Всем привет! С вами снова Тимофей и сегодня мы научимся составлять вопросы и отрицания, используя оборот there is, there are. Напомню, что мы используем обороты there is, there are в тех случаях, когда мы обозначаем наличие чего-то или кого-то в каком-то месте или отрицаем, что там что-то находится. Если мы хотим узнать, что именно находится в конкретном месте, но не знаем, что это, мы зададим вопрос так. What is there in the kitchen? Что на кухне? Или что там на кухне? What is there in the kitchen? Давайте повторим. What is there in the kitchen? Если мы уже что-то предполагаем у нас на кухне, то мы скажем. Is there a hobbit in the kitchen? На кухне есть хоббит. Как мы видим для постановки вопроса, мы лишь меняем местами there и нужную нам форму глагола to be. В данном случае is. А все остальное предложение строим и говорим как обычно. Is there a hobbit in the kitchen? Повторим. Is there a hobbit in the kitchen? И мы ответим, скорее всего, что на кухне хоббита нет. No, there is no hobbit in the kitchen. Нет, на кухне нет хоббита. Вот так незаметно мы составили отрицание с оборотом there is. Как видите, для этого нам нужно просто поставить отрицательную частицу no после оборота, остальное предложение будет прежним. There is no hobbit in this room. Давайте повторим. There is no hobbit in this room. Точно так же для вопроса мы поступим из there are. Поменяем местами there и are. Are there any elves in this room? В этой комнате есть какие-нибудь эльфы? Are there any elves in this room? Давайте повторим. Are there any elves in this room? И если нам никто не отвечает, мы сами себе ответим. There aren't any elves in this room. В этой комнате нет никаких эльфов. Давайте повторим. There aren't any elves in this room. Как видите, для отрицания мы добавляем отрицательную частицу not после оборота. И иногда, как сейчас, можем использовать сокращение are not, aren't. Или не использовать по своему усмотрению. Тогда получится there are not any elves in this room. В этой комнате нет никаких эльфов. There are not any elves in this room. Давайте повторим. Таким образом, мы строим вопросы с оборотом there is, there are. А теперь, если на кухне или в комнате больше нет магических существ, давайте перейдём к упражнениям под этим видео. Будьте здоровы!